Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Я расскажу маленькую историю. Где-то в одной чудесной стране, на неведомой планете, мужики решили собрать 30 тонн золота. И вот они копали, промывали его, таскали по граммику, по-всякому. И, наконец, они это 30 тонн золота собрали. И где? Естественно, на складе. Через какое-то время начались чудесные дела. Складовщики решили, что как-то слишком много этого золота тут, да как-то может прорядить его. И решили сделать следующее. Они решили поджечь склад. Склад сгорел, а золото испарилось. И когда мужики пришли причитать и чесать затылки, мол, что случилось? Где эти 30 тонн золота? Куда оно испарилось? А им сказали, чудные дела твои, Господи. Ребята, чтобы восстановить, есть один единственный способ. Идите снова, намывайте это золото по крупицам день за днем и стаскивайте снова вот этот самый амбар. Мы построим новый склад, еще лучше, еще пуще прежнего. История, которая случилась на этой далекой планете, в этой странной стране, может показаться совершенно идиотской. Вот для того, чтобы вам так не казалось, и чтобы эта странная цифра в 30 тонн золота чем-то напоминает 30 серебряников, которым продали Иисуса Христа, мы пригласили себя человека, который очень хорошо разбирается в этом самом золоте, в этих самых финансах, я имею в виду Виссариона Чешуева. Это замечательный, блестящий исследователь-экономист. И вот он подобрался к теме, о которой мы сейчас с вами догадываетесь уже, о чем мы будем говорить, с точки зрения политэконома. Не просто политика, не просто экономиста, и не просто специалистов по всяким детективным жанрам, а именно с точки зрения науки политэкономики. Он произвел фундаментальный анализ. Опубликовал этот доклад наш уважаемый коллега, можно гордиться таким соотечественником, замечательный экономист, повторяю, Виссарион Чешуев, на портале ЕНьюс МД. Запомните, доклад очень консистентный, очень научно-методологически обоснованный, фактически просто невероятный материал и невероятная подача и выводы. Итак, у нас в гостях Виссарион Чешуев, который подтвердит, что вот эта цифра 30 тонн золота, можете себе представить эту сумму, эту массу, 30 тонн золота, 30 тысяч килограмм золота. О чем идет речь, Виссарион? Приветствуем тебя в нашей студии. Добрый вечер. Потому что люди обычно, когда говорят, какие-то суммы в миллионах, миллиардов, а тут вот конкретно, 30 тысяч килограмм золота. Это что за сумма? О чем я говорил? Вы говорили о том, о сумме в леях адекватной, 30 тонн золота, которая была в виде так называемых экстренных кредитов, выдана в ноябре 2014 года Банка деэкономии. Якобы... То есть это инвалютные резервы, наверное, ты о них говоришь? Нету, других сумм нету. Леевых резервов нету у национального банка. Но в эквиваленте на валюту золота... В эквиваленте, да. Была простая схема. То есть, еще раз, 30 тысяч килограмм золота, это на тот курс, на то время, это реальная мировая цена. Это реально, что вывели из страны, и это безотбойно. Называется это экстренное кредитование. Кредитование официальное, там, Драгуцану, Лянк и прочее говорили. Но всякое кредитование ведет к увеличению денежной массы в экономике. Но увеличение денежной массы в экономике не произошло, наоборот, уменьшилось. Опа! Да, было у нас в обороте 17 миллиардов лей, стало 15. 14-го в 15-м году. Это чистая наличка. Вот деньги. Плюс депозиты до востребования. Если перейти на язык простого обывателя. Простого обывателя. То есть, вот, для экономики, для того, чтобы она работала, для того, чтобы все операции, товарообмен происходил, нужна определенная денежная масса. Когда товаров слишком много, денег мало, нужно провести эмиссию для того, чтобы не обесценить товар и не переоценить валюту. Значит, действительно, тогда у нас в первом полугодии кредитование экономики увеличилось на 10%. И особенно в 14-м году. И особенного потребности в денежной эмиссии не было. Но они осуществили ее с целью вывода резервов этих 30 тонн золота адекватных. Это вагон золота для того, чтобы люди себе представляли. И вот 5 мая 15-го года газета «Нью-Йорк Тайм» сказала, что это невиданное, уникальное, беспрецедентное в мировой, в истории экономики, в истории цивилизации ограбление государственных имуществ. Можно опять же... Я завершу мысль. Просто, чтобы вы понимали, что это такое. Был такой случай, ограбили почтовый вагон в 70-х годах в Англии. Но там всего 2 или 3 тонны золота украли. Это был самый выдающийся такой. Потому что воруют, может быть, больше на земном шаре. Но воруют участников. Здесь украдено у государства. Безнаказанно и беспрепятственно. И при содействии государственных чиновников. По-другому не может быть. Потому что, мы вот поговорим в дальнейшем о этапах, как это готовилось. Это многоуровневая была, многосложная, продуманная. Не сразу пришла эта у них идея. Это можно назвать операцией. То есть, с четким планом, с финалом, с привлечением, кого надо, когда надо. Абсолютно 100%. Давай мы сначала сейчас, как ни странно, подойдем с конца. Давайте. Вот почему вот столько шума, столько трескотни в парламенте, около парламенте, на улицах, там народ там. Собственно, это подорвало стабильность. Вот люди, которые пошли чуть там опять парламент не пожгли, слава богу, пронесло. Ведь это же, считайте, на 90% было из-за вот этого казуса, из-за этого случая. Это в основном воспламенило массу. Безусловно. Правда? Да. Воспламенило массу ухудшения ситуации, которая была следствием этого. Хотя, официальные лица дезинформировали систематически в течение трех-четырех лет о истинных причинах и истинных мотивах, и истинных последствиях этого. Помните, говорил Илупу? Да ничего страшного не произошло. Из-за того кармана поставили в другой. Помните, говорили там другие? Да ничего страшного не произошло. Интересы государства не пострадали. В Беме сколько было акций, столько осталось. А то, что 30 миллионов долларов государство потеряло только на обесценивании искусственной манипуляции с ценой на акции Банка Деэкономии. Для чего они это делали? Чтобы создать видимость, я такую, видимость малоценности этого объекта для государства. Банка Деэкономии. То есть ты начинаешь говорить о том... Это я с конца, да. Ты начинаешь говорить о том... То есть с кем, если вот как я до трех ночи читал твой доклад, и еще утром там сидел, разбирался в нем, а доклад рекомендую всем дорогим соотечественникам, повторяю, Е-Ньюс-МД, доклад Чешуева, политэкономический, серьезнейший доклад, обязательно прочитайте, кто хочет знать детали. Так вот, что я вынес из этого Виссариона, старые друзья, вот Диктор Виссарион, из вот этого доклада. Я понял так, что сначала, опять же, я как обыватель сейчас говорю, хотя я кое-что понимаю в мировой экономике, лекции читал, но я в данном случае на стороне телезрителя. И все время надо думать о том, что будут читать нормальные люди, люди доступны и ясно, чтобы они поняли. И вот, что я понял, замечательный был вот этот самый банк от экономии. Он один в полтора раза был мощнее, как ты пишешь, всех остальных банков страны. Ну, по возрасту, по инфраструктуре своей. до всех этих фокусов. Все шло более-менее нормально, где-то плюсы, где-то минус, но стабильно, все было хорошо. Потом вдруг ребята начали этот банк опускать. И это мне напоминает, как у нас вообще все госпредприятия, помнишь? Вот, завод убыточный, там все это нет. Более того, сейчас у нас Калмык говорит, мы все государственное и муниципальное имущество приватизируем. Он что, и армию будет приватизировать, и предприятие, которое обслуживает армию. Вот медицину, образование уже доприватизировали. Уже имеем 35 тысяч беспризорников. Уже у нас, вы представляете, что в 4 раза увеличилась за 4 года число, увеличилась разница между умершими и родившимися. До 2009 года она всегда была положительной, был прирост. Сейчас он отрицательный, потому что сокращаются средства на медицину, потому что украли миллиард, и бюджет сейчас тратит гигантские деньги на то, чтобы восполнить, покрыть эти долги коммерческих предприятий. А несчастных стариков, детей, коллег, о них никто не дает. Это только разговоры, Поэтому, когда Мариан сказал, что вот ничего страшного, деньги перешли с одного кармана в другой. Вопрос, из чего кармана и в чей? Вот именно. Это правильно. Если говорить с конца, понимаете, действительно, такая операция была бы невозможна без существования организованной группы лиц из высших ошеного власти. Невозможно было. Задействовало было десятки людей, которые знали или не знали об истинных целях и об истинном конечной вот задаче организаторов. Даже если не все рядовые догадывались, но верхушка знала. Но 3-4 человека, не более, могли это знать. Я подозреваю, что даже сам Лянка не ведал, что творил. У меня тоже такое впечатление, что этот парень... Он сам не понимал, что он делает, когда он подписал гарантию правительства, принял постановление в сентябре 2014 года о предоставлении гарантии ввиду опасности финансового кризиса. Вот этот момент... Вот только Габуриш, парень не глупый, он менеджер неплохой, в отличие от Лянка. Лянка не менеджер, а Габуриш, он понял, куда он вляпался и тут же, как говорится, с божьей помощью куда-то в Азербайджан. Но ответственности он не уйдет. От ответственности он не уйдет. Понимаете, в чем дело? Да, Глянка ушел, что ему не уйдет. Ну, это подождите, это же не имеет сроков давности. Это мы так думаем? Мы не думаем чуть по-другому. Нет, что вы. Я вам говорю, такие вещи зря не проходят. Я говорил это в июле 15-го года в одной из передач. Говорю и сейчас. Такие вещи зря не проходят. Потому что, посмотрите, что произошло. Ведь мало... Ладно, хорошо, мы потеряли 30 тонн золота, чистых денег из ресурсов Национального банка. Мы потеряли 13 миллиардов активов Банка Деэкономии. Государство в результате вот этого рейдерского захвата, в результате того, что был захвачен контрольный пакет акций в сентябре 14-го, 13-го, в августе 14-го года, получило ноль компенсаций в леях и ноль компенсаций в долларах. Подожди, получается, что тут двойное ограбление? Тройное. Ага. Еще от девальвации или полтора миллиарда долларов? То есть, ребята хапнули этот банк Деакономии. На Мейрас. Да. Дальше они ограбили этот банк. Они взяли кредиты, которые не возвращают. Еще девальвации из наших... Девальвации. А, еще четвертое. А теперь все должны это возмещать. А теперь должны возмещать бюджет. Вот. Я думаю, что Нью-Йорк Таймс, когда это опубликовало... Он понимал, что пишет. Матограмотные. Они догадывались. Но я думаю, что они не догадывались о том, что это было вот такое даже четвертное ограбление. Это даже им вряд ли подняли пришло. там-то люди опытные, которые прожили... Кстати, а кто... Подожди. А кто предложил вот, что эти банки закрыть? То есть, взяли, выжали и выбросили. Помнишь, Туск, ты пишешь, кричал об этом. Да, топиолог. Но первым сказал Габурич. В мае 2015 года. Его немедленно поддержал Драгуцану, которые за месяц до этого говорили, нужны экстренные кредиты, чтобы спасти эти банки. А, вопли были. А потом вдруг надо закрывать. Надо закрывать. Когда выжили... Когда выжили, надо закрывать. Когда они выполнили свою задачу по использованию инфраструктуры Банка Деэкономии для вывода денег за границу. Это была задача. Ведь задача была какая? Сначала проникнуть в руководство Банка Деэкономии, то есть выдавить оттуда государство с его 56 процентами. Что и было сделано. Что и было сделано в результате предательства. И лицо известно, Барбаниагра, замминистра финансов, который, не имея полномочий от Агентства по управлению публичной собственности, подписал отказ. То есть, подпись одного человечка. И кроме того, но есть еще один нюанс. Это такое... Одно из предательств было. Второе или третье. Но самое главное предательство государственных интересов, когда народу сообщили, что есть некий протокол номер два. Силанских мудрецов. Да, да, да. Протокол номер два Комитета по финансовой стабильности, из которого следует, что Молдове грозит опасность системного финансового кризиса. А, то стали пургу нагнетать. Ну, понимаете, в чем дело. Подобные документы должны быть юридически состоятельны. Для таких случаев тот же Лянко в законе, который он провел в мае 2014 года под соответствием с правительством, написано, написано, что должен быть ауторитата национала пентру регментария кризи лорфеначари национальный орган по регулированию, по предотвращению опасности финансовых кризисов. То есть, это должна быть структурная единица правительства. Это должна быть юридически состоятельная организация. У нее должна быть ее какой-то состав. То есть, волну подняли. Нет, понимаете, как? Они сделали подлог. Они сделали прямой подлог. Нет, так я понял. Это волна кажущаяся. Это помнишь, как кричат «Ой, пожар!» Они сначала правильно задумали все в мае. А потом, видимо, решили, да что мы будем создавать этот орган? Нафиг он нужен? Давай вот комитет по финансовой стабильности. И не поняли, что комитет по финансовой стабильности это общественная организация. Она не входит в структуру правительства. Она носит рекомендательный, консультативный характер. Ее документы, бумажки ее это ничего. Представьте себе, я приду в национальный банк и покажу подпись там министра сельского хозяйства, министра финансов, министра этого и скажу дай мне кредит в 10 миллиардов. Вот они говорят, что я достоин. Что вы скажете? Что, с ума сошел? Ты откуда? Сбрендил. В шестую палату, немедленно. А тут вот 6 человек подписали якобы опасность финансового кризиса. Но самое главное другое. Эти документы не опубликованы. Ни протокол номер 2, по которому Лялька выдал 9,5 миллиардов, ни протокол номер 3 этого же комитета. То есть, что было принято как обоснование оказалось липой? Оно не существует. Ага. Это полный подлог. А они говорят, вот исходя из того, что они что-то сказали. А что они сказали? Покажите, где опубликовано. Какие аргументы? Какие основания? Ведь я хочу, чтобы телезрители четко понимали, где произошла подлог. Во-первых, что такое финансовый кризис? Первое. Прекращение платежеспособности всех финансовых институтов государства. Министерства финансов, Национального банка, коммерческих банков. Прекращение платежеспособности. Прекращение Это признаки. Это признаки, да. Это прекращение платежей между экономическими агентами в коммерческих банках. Потому что это прекращение выполнения обязательств перед своими зарубежными партнерами. как министерства финансов по своим облигациям на международном рынке, по своим кредитам, которые имеют, надо платить каждый месяц, обслуживать, добынду платить проценты. Так, и по коммерческих банков имеют кредитные линии у зарубежных банков. Это полное прекращение всего. Это галлопирующая инфляция. То есть это серьезнейшее основание? Это серьезнейшее состояние. А на тот момент, что было? 490 миллионов лей, 500 миллионов лей к 1 октября прибыль банковской системе. Год еще раз назови. 14-й год к 1 октября. Более того, ни одного официального документа, который бы подтверждал официально или Международного Летного Фонда, или Мирового Банка, или каких-то аудиторских организаций серьезных наших внутренних о том, что Молдова на грани финансового кризиса. Ничего этого не было. Наоборот, кредитование увеличилось на 12 процентов в октябрю. Снизились процентные ставки по коммерческим кредитам до 10 процентов вместо 12, которые были на начало года. То есть, ребята нагнали волну и сквинать подлощно. Была дезинформация. была дезинформация. С тем, чтобы иметь основания для всех дальнейших манипуляций. чтобы сказать всем, ребят, ну нету выхода. Они же так и говорили. Самый единственный выход был ликвидировать банка декоромей. Самый надежный способ это дать ему экстренные кредиты сначала. Экстренные кредиты 9,5 миллиардов. И потом еще в марте еще 5 миллиардов. И из которых на тот курс мы получаем 30 тонн золота. по курсу того времени. И ведь как было сделано? Таких денег 13 миллиардов налички у Национального банка же нет. Ему не надо это. Всего-то наличность в обороте была на тот момент 17 миллиардов. Ну, представляете? Плюс-то где еще 13 миллиардов? Зачем держать? Это же, не знаю, там... Гора. Это гора, гора денег. Это два склада огромных. Записали просто на электронные счета, электронные деньги. Ну, как сейчас принято. Как принято. Но сделали заявку на 1 миллиард долларов, которые пригнали на самолетах и пресса сообщала. И тут же их... И, кстати, доллары были реальные. Это уже была наличка. В результате... А как они подогнали такую массу? Это же не шутки. Несколько траншев. Сначала 300 миллионов, 200 миллионов, еще 200, потом еще 160 до марта месяца. То есть это грузы, которые везли в нашу страну? Безусловно. В натуре? В натуре. А иначе как? Опа. Что вы переведете? Что вы переведете в те же пять латвийских банков, а оттуда уже в офшор в шотландскую фирму какую-то? И где она пропадает дальше? Ну, вот, почитаем отчет Кролл-2. То есть бабло это завозили в республику под, естественно, под нас всех, под наши, так сказать, накопленные... Нет, под цифру в 2,7 миллиарда долларов резервов валютных Молдовы. А что это такое 2,7? Это расписки Федеральной резервной системы США. То есть, они нам дают кредит, мы за этот кредит покупаем у них наполовину... Вот почему Нью-Йорк Таймс именно удивилась. Конечно. Конечно. И в результате нам списали свою задолженность перед нами с 2,7 до 1,7 к марту месяца. Все. То есть, грубо говоря, все эти наши копеечки, леечки, все, что люди собирали, собирали, нам сначала это завезли в страну на этих джетах, огромное количество реальных долларей, а потом эти все в виде экстренных кредитов, так называемых, отдали банку экономии, который тут же перевел их на счета, погрузили в самолет и увезли. И все уплыло. И все уплыло. Это же по-другому же никак нельзя. Раньше расчеты между государствами в слитках золота были. Но теперь после... А можно в шутку так сказать? Прилетели вот эти вот баксы несколько рейсов, да? А потом значит погрузили в вагон с реальным золотишком и укатило все из страны. Образно можно так сказать? В 19 веке так и было. Сейчас по-другому. Ну, ребята, ну... Понимаете, конечно, глубина падения этих людей просто не имеет никакого... Аналогов нет. Аналогов нет. То есть Нью-Йорк так было чего удивляться. Как это в прессе писали, когда лянки говорили зарубежные консультанты. Вы что творите? Вы же грабите... Мне кажется... Вы грабите собственную страну. Мне кажется, Лянка даже не осознавал, что он делал. Он вообще не понимал, что он делал. Он такой отличник. Я, говорит, простой премьер-министр. Но ему, кроме Филата, никто приказать тогда не мог на тот момент. Трудно сказать. А кто... Вот в то время. Давай посмотрим. Внутреннее тщеславие. Не, ну кто-то же... Самовлюбленность. Не, ну кто-то же... Вы же посмотрите на него. Ну кто-то же... Это же... Это с ума сойти. Человек спокойно смотрит людям в глаза и по его вине сегодня проваливается абсолютно все... Весь бюджет и все. Помнишь, как говорят? Наплюй в глаза божьи, красави. Я в такой версии... Человек не понимает. Они не понимают, что они делают. Не, ну хорошо. Лянка, допустим, тот не осознавал даже, что он творит. Но ведь кто-то его на это подвигнул. Этот осознавал? Не только осознавал, а готовил это все. Из-под воль. С 2010 года. Смотри, что часто получается? Что человек... Я не думаю, что он на этом что-то заработал. Потому что... Да ему копейки дали. Это известно. Да не похоже, да. Какие-то копейки он получил там. Да, он не исхватывал. Его просто взяли, знаете, вот как зиц-хозяин лоха просто, знаете. Вот мое впечатление, вот как я Лянку воспринимаю, потому что мы дипломатели оба, и, так сказать, я неплохо знал, что творилось в МИДе, кто и что, когда был послом в Китае. Вот он у меня такое впечатление, Лянка производил. Вот отличничек. Что изволите? Вот с Европы приехали, о, о, к нам приехало. Ну, не все так просто. Столько. Я не могу. Не, 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 стой, стой, стой. То есть, я что хочу сказать? Вот у него нет амбиций бизнесмена. И хватки нет. Давайте оставить эту кандидатуру. Не, не, подожди. На личности не будем переходить. Не, не, я не перехожу на личности. Я другое хочу показать. Я хочу показать, что участвовать в таких грязных делах могут даже люди, которые сами по себе, и не бизнесмены они, и не хапалыги, потому что нифига они этого не умеют. Но, находясь на определенных постав, беды от них, может быть, не сусветно. Так и говорят, что самые большие беды у людей от неграмотности и от слабохарактерности. Это люди без стыда и совести, без чести и достоинства. Выслушать. Они не понимают, что такое раньше думая о родине, а потом о себе. Они не понимают, что когда он держал руку на конституции и приносил клятву, когда он целовал флаг страны, какую ответственность он на себя брал. Для них это все пустое. Или как Филат говорил там Артуру Герману по телефону. Тебе что, больше других надо? Было такое, помню. Вот на таком уровне у них психология. Психология бандитов, по-хорошему. Аферисты просто, да. Ты знаешь, что... Они же себя этими оправдывают. Кто об этой стране думает? Они сами себя в своем кругу. Руби пока сегодня возможно. Пальцуют там, все такое. А эти лохи, там, быдло, как они называют, голодранцы, нищеброды. Вот они как нас называют. За людей не считают. Поэтому, поэтому такие вещи не должны прощаться. Иначе это будет репродуцировано. Снова 2,6 миллиарда уже накоплено. И все изменения в законы, которые они провели для создания видимости, законности своих действий, это более 15, около 15 изменений. Я потерял два месяца, проштудировал 1200 этих мониторов. Нет, доклад потрясающий. Доклад потрясающий. Люди скажут, я очень надеюсь, что... Я не знаю, я потрясен был. Я его закончил, еще три месяца потом редактировал. Это не кролл, который... Так вот, что я хотел сказать, Виктор Иванович. Понимаете, возможность повторения чрезвычайно велика. Условия, которые были созданы к 2014 году, полностью, мотомот, сохранены. А, дорогие соотечественники, дорогие соотечественники, внимание, мы думаем, что идут оригарные бои. Накажут, не накажут, вернут, не вернут. Виссарион Чешуев предупреждает вас четко и ясно о другом. Он предупреждает, что ничего не закончилось. История может повториться. Пожалуйста. Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. Риски огромные. Они абсолютно уверены в своей безнаказанности и бесконтрольности, в неспособности всех трех ветвей государственной власти на любом уровне, любого органа, любого должностного лица вникнуть, применить власть, проявить политическую волю и хотя бы начать нормальное расследование, дать хотя бы политическую оценку, чтобы этого не произошло. Я пишу об этом там и обращаю внимание. Это чрезвычайно важный аспект. Потому что политика и экономика, она вот так вот. Нет ни одного решения политического, которое бы не имело экономических последствий. И наоборот. И ни одно экономическое явление не может не определять политику. Это абсолютно. Поэтому, и когда говорится о том, что не существует стран, которые богатые и бедные, а есть хорошо управляемые и плохо управляемые. Вот мы имеем страну, я вот могу сказать, преступно управляемые, а не плохо. Преступно, клятва преступники управляют. Клялись на Конституции, целовали знамя и нагло, подло, открыто нарушали. Изменяли законодательство в ущерб государственным интересам, в ущерб народу. Разрушали то, что нельзя разрушать, то, что святое. И люди должны это понимать. Ни одного человека нельзя больше допускать до власти. Ни одного. Они все перечислены фамилии там. Самые главные фигуранты. Нет, доклады... Политические. Доклады у тебя... Я еще хочу сказать вот что. Нашим уважаемым телезрителям, что будет, какая будет судьба каждого из нас и этого доклада и всего. Но поймите, наша судьба в наших руках. И вот все, что я мог сделать для того, чтобы восполнить вот этот дефицит колоссальный в перчепере в восприятии пол всей картины. Не так, потому что до сих пор-то... Фрагменты. Все анализы, да. Все специалисты. Тоже глубоко и серьезно, но фрагментарно. И по верхам. Ну, насколько возможно было. Я тебе скажу, смотри, в чем дело. Вот почему я пригласил тебя в студию, не только потому, что до трех ночи сидел этот доклад, потом утром его читал, и я был потрясен. Я и хотел поделиться с людьми, да, своими впечатлениями, пригласив автора этого потрясающего доклада. Мне что понравилось в твоем докладе? Никакой сенсационности, никакого политиканства, никакой бредятины всей этой чуши собачьей. Вот это у меня такое впечатление, что вот ты как бы не только раскопал весь этот муравейник, ты не только раскопал по времени, в пространстве, по структурам, по связям, ты показал политэкономическую, а что такое политэкономическую, мы же с тобой знаем. Это жизнь. Смотри, Аристотель ввел два понятия, полития и айкономия. Политику же он первый написал, и по экономике, считай, тоже он первый написал. И смотри, политика – это власть, а экономика – хозяйство, богатство там все. И вот мне очень понравилось, что ты вернулся к фундаменту того, что есть политэкономическая наука, то есть взаимодействие политики и власти, и не только показал эти механизмы, ты еще вот сейчас, дорогие соотечественники, повторяю, чешуи вас предупреждают, что это дело еще не закончено. Нечто подобное может повториться, поскольку для этого есть все предпосылки. Я хочу предупредить еще об одном. Уважаемые соотечественники, вот только что недавно произошла информация о том, что вдруг, неожиданно, предложение на фондовой бирже акций взлетело до суммы в 690 миллионов лей. Что такое акции? Это свидетельство о праве на собственность. На что взлетели? На акции промышленных предприятий. То есть акции промышленных предприятий нашей страны вдруг полетели вверх. Не полетели, а предложения к продаже. Не, не, но тем самым это означает, шар начинает... До сих пор было миллион, два, в течение трех-четырех лет, потому что он в подавленном состоянии. А то шар начали надувать. И тут вдруг, это о чем говорит? Это говорит о том, что те, которые владеют капиталами, кто владеет правами собственности на предприятиях, акции которых выставлены, хотят от них избавиться. Это приведет к тому, что эти акции упадут в цене. Потом? Сейчас. Вот во время, потому что их много. А, подожди, ты имеешь в виду, стоп, еще раз, чтобы и мне было, и другим понятно. Когда много товара, он падает в цене. Это понятно. Предложение большое, и просто цель какая? Цель. Цель никакой, просто они в панике. Они хотят смываться. То есть ты... И они сбрасывают... То есть ты полагаешь, что это не задумка, а просто... Нет, нет, это... Чуваки... По-народному говорю. Увидели, что начинает... Чуваки почувствовали жареное и решили смыться. Решили смыться. На бандитском жаргоне это звучит так. Решили смыться. И, ну, ведь понимаете, ладно, черт с ними там, куда они убегут на земном шаре, если виноваты. Всегда можно их достать в любом месте, даже на южном берегу северной земли. Но дело вот в чем. Дело в том, что падение цены на акции приведет к падению цен на недвижимость. Падение цен на недвижимость немедленно приведет к девальвации Илея. Не к девальвации, приведет к огромным калип последствиям, которые, не хочу сейчас рассуждать, экономисты знают, насколько все это взаимосвязано в экономике. Это может быть еще одним серьезнейшим ударом. Ведь вот последнее, что хотел бы обратить внимание. Уважаемые телезрители, не относитесь равнодушно и с позицией, да ладно, все там за меня решат. Ничего без вас не решат. От вашего голоса все будет зависеть. От вашей активности. Они же, в чем попрекает, например, Канду, работников народного образования, которые пришли к нему в парламент и говорят, ну как можно жить на 1200 лей, на 1000 лей. Как? Если вы нам дерзите вот воспитательца в детском саду. Ну что, Мария Антонета, помнишь, ее спросили, в Париже нет хлеба, там пусть пирожные едят. Вот так я сказал. А что вы не бонтуете? А что вы не бастуете? А почему мы вот ничего не знаем? Понимаете, председатель парламента значит, нашел виноватого в том, что страна в нищенском состоянии, подавляющее большинство. Они не ведут, что они творят. Они не понимают, что такое ответственность перед страной, перед народом. Поэтому увидели, что сейчас их захватят, что их наконец-то все это вскрыто, хотят смываться, и обрушат все. И будут готовы продать все. Надо быть очень внимательным. Я последнее хочу, Виктор Иванович, обратить внимание. Есть такое понятие, как моральное, как имидж, моральное состояние. Вот, как была известна? Видишь, как от экономики приходят в морали. Обязательно. Но когда мы с тобой идем в банк? В какой банк мы идем, чтобы открыть депозит? Которому доверяем. А доверяем? А что такое доверие? Достойные люди. А что такое доверие? Это эфемерное какое-то. Казалось бы. Казалось бы, да. А на нем кредит. Слово кредит. Доверие. Или как было. Слово купца. Никаких печатей. Никаких ударили по рукам. Слово купца. Все, мертво. Выполнено будет. Долг будет выплачен. Проценты. Все будет сделано. То же самое вот Молдова потеряла лицо. И последствия просто трагические. Я хочу просто напомнить телезрителям. То есть репутация страны была абсолютно. Вот начало 90-х годов. Вся мировая пресса писала. Молдова лидер экономической реформы. Молдова проводит агрессивную приватизацию. Молдова идет вперед. Предлагает важные концепции реформирования сельского хозяйства. Потом все профанировали. Поставили крест на боновой приватизации. Дискредитировали ее в конце 90-х годов. Потом ликвидировали инвестфонды. И, например, мы лишились оптового звена на рынке капиталов. Которая в результате подавилась. Ну и так далее. Но вдруг пришел 2001-2008 год. Вдруг Молдова стала финансово стабильной. Инвестиции достигли 820 миллионов долларов. Предел был. Это был рекорд. Не, надо сказать, что команда у Воронина сильная была. Ну, смотрите, два человека из команды Воронина сегодня на таможне и на налоговой инспекции. И посмотрите, как работают люди. А кого перевел этот альянс? Сплошные воры. Гуматриш, Мономатриш. Ну, националист по борьбе с коррупцией, он же не знает, кого арестовывать. У него уже мест нет. Всех надо закрывать. Всех, которые вот эти, от либеральной, от либеральной демократической, они не понимают, что такое заботиться о приращении, о сохранности госимущества, о приращении бюджета, о приращении народного благосостояния. Так они туда приходят, как ловить рыбу в аквариуме. Ну, как Лазар сказал. Мы что сюда, бизнес пришли делать или что? Министр экономики. Серьезный человек. Серьезный человек. Для них государственная должность – это личный бизнес. Все, чем они распоряжаются, это их личная собственность. Иначе глубина морального падения неизмерима. Поэтому надо это очень внимательно все брать во внимание. Молдова потеряла лицо, ударила лицо в грязь. Молдова воспринимает, как черную банковскую дыру. Ну, 20 миллиардов российских здесь отмыли. И теперь украли безнаказанно. И без, как говорится, возмездно вот этот миллиард. Я уже не говорю о… Еще риск и потерять еще. Вот ты же предупреждал. Безусловно, безусловно, обязательно можно потерять. Я не знаю, кого они выбрали там сейчас следующей жертвой, какую банковскую структуру. Но найдут, если мы будем равнодушны. Если не будем, вот хотя бы вот такой вот доклад, такую передачу, митинг. И вот эти вот наши, извини меня, марионетки, я их по-другому не называю. Оппозиция марионеточная. Вот им, значит, не нравится эта самая система выборов смешанная. Да хоть любая система имеет плюсы и минусы. Вы не это. Если вы оппозиция, вы смотрите в корень. Ребята… А если нет мозгов, так уходите из политики. Нет, ребятам не нравится, что они у кормушки. Ну да, ну так и что ж. Они что ничего не предлагают. Та же Санду… Да нет, вопрос, Майя Санду, вот что может предложить эта девушка? Она, насколько я помню, по аэропорту голосовавши, по всем этим поддержавши. Эта девушка… Да ну бог с ней, ну… В рулях. Не, стой, стой, стой. То, что она начала ликвидировать интернаты, и мы сейчас имеем 30 тысяч беспризорников, как после войны. Сейчас, я об этом и хочу сказать. И когда эти детишки оказались, многие на чердаках ночевали, ее это… В национале кололись и мешали клеем. Ее это не колыхало и не волновало. И вот сейчас эта девица собирается спасать страну. Кстати, девица, которая еще ее не низко в придачу. Да нет, ну это… Кошмар. Она же, видите, то сегодня у нее низко, завтра нет, и опять это самое. Просто женщина не понимает, я не знаю, девушка она женщина, не замужем. Не, ну девушке власти хочется, это видно, очевидно. Меня удивляет… Но это марионеточная вся оппозиция. Меня удивляет другое. Как эти братки СОПа под нее легли, кто-то аж откуда-то… О, это я не обсуждаю, Виктор Иванович. Давай, давай, политик. А это очень интересно. Я совершенно не вникаю в эти нюансы. Мне это не интересно. Меня интересуют политэкономические… Нет, ты хорошо, позиция у тебя правильная. Поэтому я и говорю, мы потеряли лицо. Раз. Но смотрите, какие последствия. На 2017 год было запланировано 2,6 миллиарда лей. Это помощь дефициту бюджета пришло 5%. Потому что правильно говорят доноры. Как мы вам дадим грант, если вы все равно его украдете? Кредит – это доверие, а доверия нет. Они же не дали кредит. Это же не кредит, это гранты. Кредиты еще более-менее там идут какие-то. Так и гранты не дают. А грантов не дают. Вот что, где… То есть они боятся, дальше разворуют. О чем говорят? О недоверии. Так про что и речь? Ну? И сейчас вот они хотели осенью дать деньги, эти 100 миллионов Европейского Союза. Но видят, что ничего не двигается. Вместо нормальной, серьезнейшей, исследовательской, следственной работы по возврату этих денег, господин Филипп создает платформу ведомственную по дискуссии о проблеме миллиарда. Ну это ты дискутируй где хочешь. Ты создай комиссию с специальными полномочиями, найди людей, этих сам, волкодавов, следователей, которые знают, как вытащить, привезти деньги. Это же никому не надо. Это же, они же сами все в доле там, что ли. Как по-другому это понять? Мы потеряв мораль, инвестиции упали до самого низкого за 20 лет уровня. Капиталы уходят отсюда. И ничего не инвестируется. Вот они сейчас 100 тысяч лет. То есть капиталы не только не приходят в страну, начинают уходить. Они уходят. Ну как доверить банку свои деньги, если неизвестно, что произойдет с этим банком? Конечно. Если нет нормального порядка, там объявление банка банкротом. Через суд или по решению собрания акционеров. В 2010 году впереди паровоза провели изменения, что это может сделать национальный банк по своему усмотрению. Опа. Вот сделал по своему усмотрению, ликвидировал банк одеэкономии. Почему? Банк был поддержеспособен, банк одеэкономии. Ни одного существенного имущественного претензий к нему не было предъявляно. Было 2,8. И работал нормально. И работал нормально. Несмотря на то, что Гачкевич его гробил. Потом, что там делал Шор с ним тоже. Но банк был настолько мощный, что его нельзя... Что он мог выстоять. Мы его раздерибалили? Нет. Обокрали? Во-первых, я вам скажу, просто саботировали помощь государства, усиление контроля, сам Филат, сам Лянка. Все... И тот же Юаницы. Ведь, возможно, было в начале 2013 года радикально вопрос решить. Всего требовалось 30 миллионов лей. Купить на фондовой бирже в открытой продаже было выставлено в общей сложности 11% акций. Всего 30 миллионов, и все было бы окей. И уже был бы пакет акций 65%. У государства? У государства и рейдерский захват был бы абсолютно исключен. Этого не сделали? Не сделали. Более того, 200 миллионов лей сделал ветер, сделал видимость Филат, принял на заседание правительство, что они готовы из бюджета внести... Это Филат работает? Филат, да. Да. И Юаницы тогда говорит, мы поддержим решение, если миноритарные акционеры согласятся... А, то есть Юаницы поставил хоть условия? Понятно. Так и Филат тоже самое. Да, тоже. Ну, что это такое? Как это можно? Правительство не убедило там каких-то два этих самых... Две фирмочки, обладающие общей сложности 18%, не сказать... Значит, не нужно. Вы на кого? Вы на кого руку поднимаете? Вы на кого лаете? Понимаете? И что в результате? Значит, были заинтересованы, чтобы отдать контроль. Время... Рейдер. Все поняли. Все, так и сделали. Виссарион... Это лицемерие, лицемерие. И безнравственность. Безнравственность полная. Поэтому вот надо читать этот доклад. Он, конечно, открыт для критики. Виссарион, в наше время, к сожалению, стекло. И об этом... Во-первых, я тебя очень хочу благодарить за этот доклад. Это огромная работа. Я прикинул, сколько ты пыхал над ним. Видно, не один год. Материал... Да, материал собирал года четыре, а работал на последнем месяце шесть. И поэтому позволь мне поблагодарить тебя и под конец передачи сказать следующее. Дорогие соотечественники, Давно сказано мудрыми. Знание – сила. Знание – сила на самом деле мощнейшее, может быть, порождение ума человеческого. А для того, чтобы что-то знать, надо читать. Не слухи, не болтовню, а надо читать вдумчиво. Поэтому всем рекомендую прочитайте на ЕНЬЮС-МД доклад Виссариона Чешуева. Политоэкономический доклад с высокой точки зрения, с массой документацией, точнейшей проработкой и, на мой взгляд, очень убедительными выводами. Потому что Чешуев предупреждает. Этот случай СБЭК может повториться. История часто повторяется. Иногда говорят в виде фарса, а чаще всего в виде трагедии. Как говорил Юлий Свучек, люди, будьте бдительны. Я любил вас. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич.